Здравствуйте, дорогие друзья и зрители телеканала ТБН. С вами Пастори Пётр и Галина Беднюк. В программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы говорим на тему исцеления. Это исцеление, которое Бог предлагает нам сегодня. Чтобы дух, душа и тело, всё было в единстве, в цельности. И чтобы мы Ему предоставили нашу жизнь. И Он благословил нас, и приумножил, и распространил через нас Царствие Небесное. Наш Бог не только Создатель всего видимого, невидимого. Творец наш, образователь наш, Спаситель, Искупитель. Но Он является и нашим целителем нашего духа, души и тела. Поэтому сегодня, дорогие друзья, мы будем открывать ту тему прекрасную. Исцеление, что Бог есть Егова Рафа, наш Исцелитель. И вчера, сегодня и вовеки тот же. Царь Давид воспевает. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяния Его. Благослови Господа, вся внутренность моя, святое имя Твое. Потому что Он прощает не только беззакония Твои, но исцеляет все недуги Твои. Дорогие друзья, наш Врач Небесный, Ему все подвластно. У Него нету проблем, если что невозможное для Бога. Если мы, люди на земле, ограничены, что-то можем сделать, чего-то мы не способны сделать. Или врачи, слава Богу за врачей. Но наш Врач, для Него нет никаких ограничений. Часто только с нашей стороны есть, могут быть какие-то препятствия. Сегодня мы будем говорить о том, что Бог и Его воля являются совершенными, благими и угодными для нас на исцеление нашей души, духа и тела. Но мы также будем сегодня говорить о тех препятствиях, которые мешают нам, которые не дают возможности получить исцеление. Да, и мы часто думаем, в чем же дело, и мы сконцентрируемся на Боге, и на Его стороне думаем, что же не так, Господи, чего же Ты не даешь? И мы фактически думаем, что проблема-то в Боге, а не во мне. И вы знаете, изучая Слово Божие, мы видим, что Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Он хочет исцелять, спасать людей, но не всех Он может спасти, соответственно, не всех может исцелить. И человек приходит к Богу, и в таком, можно сказать, недоумении, и я вам скажу, есть препятствие, когда мы разочаровываемся в Боге. Мы разочаровываемся, и вместо того, чтобы понимать, что, Господи, это где-то с моей стороны, что-то я не так сделал. Может быть, где-то это наследственное проклятие, оно догоняет, потому что это действительно работает. Мы знаем, что как благословение, так и проклятие. Эти вещи, которые Бог учредил, как бы действительно, что мы должны понимать, что если человек согрешил, это наказание, на нем висит, как действительно легальное такое, можно сказать, право врага, который приходит и разрушает. И мы видим, что Бог сказал, благословение или проклятие, что изберешь, знаете, кому Он сказал? Не безбожникам, а сказал своему народу. И Он сказал, что если вы будете исполнять то и то и то, придут на тебя все благословения. И Он перечисляет там в 28 главе Второзакония, написано, Он перечисляет о том, что сколько благословений. И почитаешь во все сферы. И скот будет, и житницы твои, и все. И получается, и банковские счета твои будут благословены. И если не будешь, это тоже будет. И здоровье, это все будет разрушение, придет во все сферы. И мы сегодня, когда видим, приходит разрушение физическое, мы должны понимать, где-то враг имеет доступ. Понимаете? Где-то, и это может быть действительно даже такие небрежения о теле своем. Небрежение? Неправильное питание, неправильный образ жизни, неправильная реакция на ситуацию, как бы это стрессовое. Вот вам, пожалуйста, вы. Это начинает уже хромота во всех сферах. Понимаете? Поэтому мы должны действительно проверять со своей стороны все сферы. И я вам скажу, что самое будет благоразумное прийти к Богу и действительно в успокоение сердца. Господи, покажи мне. Драгоценный Дух Святой, Ты наставник мой. Ты наставишь меня на всякую истину. Где проблема? И если вы будете искренне в сердце своем искать этого, Бог вам покажет. Дорогие друзья, мы не можем игнорировать тот факт, что мы часто попадаем в путаницу. Да, вы скажете, со мной никогда это не случается. Это неправда. Мы все часто можем быть в замешательстве. Почему? Потому что еще на земле незаконно действует тот враг, дьявол, которого Господь уже победил. И через которого Иисуса Христа совершилось наше исцеление, спасение, грех побежден. С его стороны уже совершено все. Но он сегодня еще нас искушает, как искушал Иисуса. Нельзя игнорировать тот факт, что мы теперь все, приняв Господа, мы теперь уже и не грешим, и праведно ходим, и свято ходим. Нет, Господь говорит, мы принимаем по вере это все. Потому что мы не можем заработать ни исцеления, ни спасения, ни избавления. Ничего. Это не от наших дел. Но мы реагируем на Божьи дела, которые Он совершил через Его благодать по вере. Вера – это наша реакция на благодеяние Божье, на ту благодать, которая подается сегодня. Поэтому наша ответственность. Есть Божья сторона, есть наша. Хранить то, что мы имеем. Писание говорит часто – храни. Если мы скажем, а я хранить не буду, уже это у меня есть. Да, то, что есть, Писание говорит, ты можешь потерять. Поэтому мы должны быть очень внимательны, дорогие друзья. И я хотел еще мысль ту сказать, пастор Галина, что существует также мнение, что сегодня, что Бог, Божья любовь, безусловно, исцеление, безусловно, спасение, безусловно. С одной стороны, это да и аминь, дорогие друзья. Бог не спросил нас, вы хотите спасения или нет. Он любит свое творение. Он как родил нас, так Он хочет блага и Он предусмотрел. Но Он уже предлагает нам в сознании нашем, пожалуйста, изберите это. Бог никого не насилует. Если бы Бог насиловал, Он бы не был Бог любви и выбора. Он бы насиловал бы. Человек сказал бы, имел бы претензию, Бог, ты не дал мне выбора. Поэтому Господь говорит – выбери. И это не просто в прошлом было, в Ветхом Завете, как говорят. Сейчас мы под Новым Заветом. Что под Новым Заветом Бог просто насильно вам дает, и вы не имеете выбора отказаться или принять. Новый Завет полный примеров тех, когда люди начали идти хорошо, приняли по вере, по их выбору, по желанию идти за Господом. Но потом отказались, и все удивлялись. Как же так, что случилось? Вы начали хорошо, начали духом кончаяться плотью. И написано, что более возлюбил нынешний век. Дима составил меня, тот человек, который был в лидерстве. Дорогие друзья, мы возвратимся. Через несколько секунд оставайтесь с нами. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Мы продолжаем тему исцеления. И мы видим, точно так, как можно потерять то, даже над чем трудился, то потерять спасение. Вот то, что сегодня некоторые учат, что нельзя потерять спасение, Библия конкретно полна столько примеров, что можно потерять. И теряли люди, не теряли, пренебрегали, понимаете, отвлекались чем-то. Но Бог предупреждает нас сегодня, что смотрите, берегитесь, действительно, чтобы вы не потеряли над чем вы трудились. И пожнете, если что? Если не ослабеете. Если мы ослабеем, то не пожнем, понимаете? Мы потеряем все благословение. Почему? Потому что, несмотря на то, что я, может быть, старалась, кушала себя нормально, правильно, старалась не кушать, вредных вещей, все-все. А потом, знаете, думаю, ой, да все равно я здоровенькая. Какая разница? А ну-ка сейчас как? Понимаете? Дорвусь. И что? И можно потерять. Можно один раз такой стресс дать на организм, что можно. Хороший пример. Понимаете? Немного надо, чтобы повредить себе. Потому что, действительно, есть такие болезни, которые... Ну, ты же могла бы сказать, я уже новое творение, мне уже ничего не вредит. Вот, пожалуйста. Да, и я уже не ограничена, уже не под законом, а под благодатью, правда? Зачем эти ограничения? А, действительно, мы должны себя дисциплинировать. И я вам скажу, что, на самом деле, первородный, как бы не то, что первородный, первый грех, который совершил, первый это дьявол, фактически, грех против Бога, он взбунтовался, понимаете? Возгордился. И уже подумал о себе высоко. Но позже человечество искушено было просто аппетитом. Понимаете? Просто захотелось укусить то, что было нельзя. И казалось бы, что разве они были под законом? Они же не были под законом. Понимаете? И когда сегодня люди говорят, что они были в свободе, в свободе, в раю, в самой, можно сказать, лучшей обстановке, которой вообще сегодня мы думаем, если бы я в рай попал, я бы вообще уже все, все, уже мне ничего не надо. Но в любви есть всегда условия. Есть условия. Ограничения. И Бог проверяет. Представьте себе, человек, когда заключает завет в семье и сказал бы, я тебя так люблю, никаких ограничений тебе. Вот любовь моя выражается тем, что ты ни в чем не ограничен. И все. И жена только раз, день-другой, а потом думает, ой, а может быть, вот с тем будет мне интереснее. Понимаете? То, что произошло с Адамом, Бог говорит, вот все, пожалуйста, кушай. А вот такая-то не кушай. Понимаете? Нет, его занесло именно то, что одно запретил. Понимаете, почему? Искушения. Искушения будут. Поэтому мы должны бодрствовать. Мы должны трезвиться, мы должны понимать, со всей ответственностью подходить к нашему спасению. И в спасении включает в себя и исцеление. Абсолютно. Дорогие друзья, я хочу просто показать, почему мы об этом говорим. Потому что мы слышим это мнение, что как будто уже в Новом Завете не существует никаких условий. Это было ветхозаветное время. Если ты сделаешь то, Бог тебе сделает то. Дорогие друзья, ветхозаветное и новозаветное время, как мы называем, Новый Старый Завет, он, знаете, не изменился Бог в своих принципах, я вам хочу сказать. Почему? Потому что есть условия везде. В Ветхом Завете мы читаем полный Ветхий Завет, все книги. Есть условия, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Что, теперь сегодня не нужно слушать глаза Божьего? Голоса Божьего, Слово Божьего. А смотрите, что Петр говорит. Он грехи наши. Сам вознес телом своим на древо. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Как это происходит? Вы скажете, по благодати? Что автоматически? Или здесь есть наша сторона? Наша вера? Наше послушание? И чтобы мы жили для правды? И шли путем правды? Делали дела правды? Мы не от дел спасены и исцеляемся. Но для добрых дел, через благодать, по вере, мы отвечаем верой на то благодеяние, которое Бог уже совершил. Поэтому, если наша вера на словах, если наша любовь на словах и надежда, то, слушайте, такая вера никому не нужна. Это, Писание говорит, это мертва вера. Это не ветхий завет, это новый завет, дорогие друзья. Поэтому я хотел в ясность в этом нести, что есть условия исцеления. Вы скажете, ну как же так? Как их исполнить все эти условия? Давайте мы возьмем такой пример. Раньше ездили на осликах, сегодня, но мы не ездим в современном мире. Мы ездим на машинах, слава Богу. И кто знает, кто имеет дело с машиной, кому приходилось ремонтировать. Вы можете разобрать, если люди разбирали почти все до гаечки до этого. Если вы скажете, терпения вам не хватает, сколько можно? То собрал, то не собрал, там еще ведро запчасти осталось. Сяду и поеду. Ну и как вы далеко поедете, сев на машину. Дорогие друзья, нужно все устранить. Вы не можете проигнорировать. А вот эту часть я не буду ставить, и без нее просто поеду. Может колесо еще, кто-то надумается одно не прикрутить, когда на четырех. Я не знаю, может на трех колесах вам удастся как-то поехать. Дорогие друзья, есть причины, есть причины, есть условия. Поэтому вот эта вот философия, или как сказать, учение, которое безусловно, есть условия. Как в новом, так и в старом завете. Если ты сделаешь эту часть, я сделаю эту часть. Мы только можем сделать свою часть из-за того, что Бог уже из-за любви все это совершил. Ну просто так, вот надеяться, сложить руки, Бог все сделал, а мою часть я ничего не делаю, я не подкажу к столу. Вы будете накормлены? Нет. Вы просто не хотите ничем совершить. Бог же для меня уже все совершил. И он уже, и дьявол уже не искушает, да? То есть в таком плане. Не, ну действительно, апостол Павел не раз предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Дела плоти известны вам. Он сказал, что плут, прелюбодеяние, любодеяние. И мы видим Иоанн в Откровениях тоже, он сказал, боязливых же и неверных, и скверных. Участь где? В узере огненном. Он говорит конкретно, знаете, если грешник, человек, который не принял Иисуса, и который даже он будет, как бы не надо его перечислять, он просто не имеет участия в Царстве Божьем, понимаете? Он перечисляет вещи, он перечисляет доверующих людей, которые поступают по плоти. Он сказал, поступающие по плоти, Царствие Божие не наследует. Получается, что человек, который думает, что я принял Иисуса, а ты живешь по плоти. И написано так же, он римлянам увещевает. Живущие по плоти могут угодить, не могут. Не могут, да. И поступающие по плоти что-то, что вы умрете, если вы будете, написано, духом умершляйте дела плотские, и живы будете. А если по плоти, то умрете. Конкретно, посмотрите, предупреждение за предупреждение Новый Завет, что умрете, потеряете, бодрствуете. И сегодня, если мы не будем себя предоставлять и проверять, и вы знаете, я думаю, что иногда я против того, что говорить, что Бог действительно, Бог посылает. Не Бог посылает, враг нас догоняет. Но я вам скажу, что если бы мы не получали здесь, вот как бы не имели поражения, мы бы думали, что все у меня нормально, как многие думают. И не искали Бога, и не смирялись бы, понимаете. Поэтому, когда происходят какие-то трудности в нашей жизни, первое, что мы должны реагировать, Господи, помоги, я буду каяться, я буду смиряться, я буду искать со своей стороны проблему. И посмотреть, что эта благость Божия ведет к покаянию. Дорогие, благость Божия ведет к покаянию, что вы, есть возможность пересмотреть, раскаяться, поправить, получить милость и идти дальше. Дорогие друзья, мы возвратимся через несколько секунд. Аминь, аминь. Аллилуйя. Друзья, мы в программе «Твой лучший день». И сегодня тема замечательная. Божье исцеление. Вы живете в самое лучшее время, потому что Бог приготовил самое лучшее для каждого из нас. Своё исцеление. Пастор Галина упоминала о том, что Бог хочет намного больше. Это как-то разум не вкладывается. Нас исцелить, чем мы этого хотим? Иногда нам трудно поверить в это. Но на самом деле, Он есть наш исцелитель. Но, дорогие друзья, сегодня очень важно обратить внимание на Слово Божие. Потому что Бог послал Своё Слово, чтобы исцелить нас. Какое Слово? Слово предостережения, Слово подбодрения, Слово веры. Чтобы мы не проигнорировали, а всё сделали своей стороны, проверили, и тогда оно должно заработать. Дорогие друзья, здесь мы не просто сейчас хотим настолько показать препятствия и препятствия. Мы хотим показать, что есть чудесные обетования. Есть то исцеление в лучах Божьих. И Писание говорит, что исцеление Твое возрастет, свет Твое возрастет, заря откроется. Всё это произойдёт. Но вы должны обратить внимание, о чём пророк Исаия говорит. Разреши оковы неправды. Развержи узы ярма. Да, если мы с Господом, мы не должны в этом находиться или кого-то держать в ярме. Но, к сожалению, мы ещё во плоти, ходим в плоти. И если мы не бодрствуем, то мы способны в такие вещи впадать и совершать. Отпустить на свободу. Это не прощение. Расторни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой. А как вы скажете, нету голодающих вокруг. А сегодня многие люди голодают без духовного хлеба. И Бог хочет, чтобы мы несли этот хлеб через канал ТБН. Мы можем это делать. Поэтому давайте подключимся к этой миссии. И бедных веди в дом твой. Когда увидишь на голову, одень его. И отъединокровно твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свод. Твой свет. Свет твой. Исцеление твое возрастёт. И правда твоя пойдёт пред тобою. И слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь. И Господь услышит. Возопьёшь. И Он скажет. Вот я. Когда ты всё это устранишь. И отдашь голодному душу. И напитаешь душу страдальца. И твой свет взойдёт во тьме. И мрак твой будет, как полдень. И ещё другие обетования, которые Господь приготовил. При условии, дорогие друзья. Это мы не можем игнорировать. Это было тогда. А что мы сейчас скажем? Нету никаких условий. Просто так всё падает с небес. Мы ничего не прилагаем. Живём по плоти, может быть. И думаем, что это всё произойдёт. Сегодня Новый Завет. Я хочу сказать, что для нас очень хорошая молитва. Очень наша. Пожалуйста. Прости мне, как я прощаю. Вот непрощение является одним из самых, я бы сказала, серьёзных и больших препятствий. Мастер Галина, но я добавлю к этому. Дело в том, что мы встречаемся с людьми, когда мы говорим, а как же это молитва? Когда мы говорим в той теме, что за всё уже заплачено, ничего не нужно с нашей стороны делать. Когда мы им говорим, это место Писания, что вот прости наши долги. А не, это касается Ветхого Завета. Вот здесь что-то, дорогие друзья, мы должны обратить внимание, что в принципе Божьи остались. Это не значит, что мы теперь бездушные люди, и от нас уже ничего не требуется. Господь всё сделал для нас, и мы теперь сегодня... Нет, у Иакова написано, суд без милости, не оказавшему милости. Ну да. Ибо милость превозносится над судом. А получается, если вы не милуете, то вам нет никакой милости. Понимаете? Вот какую меру отмеряешь, такой и вам будет отмерено. Может, вы строго судили. Может быть, вы взыскивали. Знаете, сейчас-то иногда такие люди справедливые, и это хорошо. Поймите. Быть справедливым хорошо, но справедливым надо ещё быть милостивым. Видеть справедливо, к другим людям относиться. А и с милосердием по отношению, когда к вам плохо отнеслись, а вы милосердие явили. А вы проявили милость по отношению к тем людям, которые заслужили, может быть, наказание какого-то. Или от вас вообще не заслужили никакой милости. А вы проявляете. Почему? А потому что вам нужна милость. Потому что тоже вы что-то сделали в своей жизни, что вы не заслужили. А Бог явил вам милость. И вот исцеление, это тоже требуется от Бога милости, чтобы покрыть грех, который, может быть, открыл в вашей жизни эту дверь дьяволу, который пришёл украсть, убить и погубить. Он пришёл убить вас. Понимаете? Эта болезнь часто думает, ай, вот это ничего. И ещё один момент мне пришло. Что часто мы смиряемся и соглашаемся с теми вещами, которыми мы думаем, это с этим можно жить. Дорогие друзья, не соглашайтесь. Потому что он сегодня у вас захватит чуть-чуть, а завтра ещё больше. А потом он увидит, что, о, этот человек вообще не сопротивляется. Он убьёт вас. Понимаете? Убьёт, потому что вы не оказали ему сопротивления. И я вам скажу, что мало того, что он убьёт вас, потом ещё дети ваши будут страдать. Ваше наследие будет страдать, потому что вы должны были остановить это проклятие. Вы должны противостоять дьяволу, чтобы он убежал. А вы не противостояли. Почему? Ну, потому что вы думаете, ну, может быть, ой, да это не серьезно. Пойду подлечусь и всё. Да? А вы думаете, что это так, как бы он на этом остановится? Понимаете? Противостаньте дьяволу написанный и убежит от вас. Противостаньте болезни, и она убежит от вас, эта болезнь. И действительно, с дерзновением, даже я вам скажу, что не ради себя, не ради того, что даже будет, вот я всегда вызов людям делаю. Когда мы приходим к Богу за исцелением, первый мотив даже для того, что нам было легче, чтобы у нас не болело, и это действительно важный момент. Но самый важный, чтобы прославить Бога. Прославить, продемонстрировать всему, можно сказать, этому миру, где мы живём, физическому, где мы живём ещё, что Бог реальный в моей жизни, что я Ему доверяю, что Он меня любит, и я хочу показать, продемонстрировать, что меня Бог любит, Он исцеляет меня. Вот почему я делаю выбор идти к Богу, а не к врачу, понимаете? Именно, чтобы прославить Бога. Через эту ситуацию, чтобы Бог прославился, а не врачи сказали, ой, я тебя вылечил, о, посмотри, какой я умный. Да, они бывают умные, им помогают, но Бог, понимаете, цель вообще человека прославить Бога. И если мы не выполняем эту цель, мы очень много пропускаем. Используйте свою ситуацию, которая как бы любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. И даже, но любящим Бога, которые приходят и приносят эту проблему Богу, и Бог являет чудо своё и исцеляет вас, тогда Он прославляется. А если вы, понимаете, страдаете и страдаете, и страдаете, и не противостоите, и ничего не делаете. Да, воистину, дорогие друзья. Поэтому эта Божья, безусловно, любовь, о которой мы говорим, она поставила условия. Она говорит, я вас возлюбил, издали явился к вам, и сказал вечной любовью, я возлюбил вас. И потому просёр своё благоволение к вам. В чём же заключается благоволение это просёртое? Потому что явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие мирские похоти, целомудренно и правильно ходили пред Богом нашим. Он в этой безусловной любви поставил не чьи-то условия, и не мы ставим условия, а Он поставил условия. Говорит, придите ко мне, поверьте во мне, это и есть условия. Примите, отвергните то, что вам мешает. Не просто говорите, вот Он меня любит. Да, это очень знать хорошо, что Бог любит, где мы находимся. Но это не значит, что Его воля совершенная, чтобы мы оставались в тех плохих моментах нашей жизни, чтобы мы не оставляли ничего. Бог любит достаточно грешников, но они идут в ад. Почему? Потому что они не идут на Его условия. Поэтому, дорогие друзья, давайте согласимся с Божьими условиями, с Божьей любовью настоящей. Не той любовью, которая, знаете, на словах, но которая делом. Бог так возлюбил нас, что пошел на крест ради нас, чтобы мы сегодня имели избавление, исцеление. Это приготовлено благословение и для вас. И действительно, мы хотим благословить вас, чтобы вы в молитве сейчас, просто верою, приняли ту милость, которую Бог предлагает вам сегодня. Господи, дорогой Иисус, мы просим Тебя, Владыка, говори в сердца народа Твоего, Божия, и просто изменяй мышление тех людей, которые имеют большое препятствие, что не могут, может быть, на опыте своего негативной жизни. Когда они молились и не получили этого исцеления, они сегодня не обращаются к Тебе, Господи. Прости их, удали это препятствие, Боже. Помоги им простить всех людей, которые делали зло им и которые, может быть, действительно заслуживают наказания, но, Господь, они желают сейчас помиловать. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что милость Твоя, она превозносится над судом, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты даешь суд без милости, не оказавшему милость. И сегодня люди делают решение миловать и еще раз миловать, и, Господь, и милость Твоя, она просто высвобождается сейчас на сердца народа Твоего, Господи, чтобы миловать, чтобы прощать, чтобы исцелять. Господь, я благодарю Тебя, Боже, что сейчас эти барьеры Ты удаляешь, и Ты просто восстанавливаешь доверие людей, Ты восстанавливаешь их, веру укрепляешь и поднимаешь, Боже, и мы сейчас высвобождаем это слово исцеления, которое проницает глубоко-глубоко в сердце людей и в тело, которое несет исцеление, восстановление, как живая вода, которая прикасается туда, все вокруг оживает, все вокруг расцветает, все органы, все связки, все эти клеточки, каждая клеточка просто начинает восстанавливаться, начинает выполнять свои функции во имя Иисуса Христа. И там, где было вторжение какой-то смерти, какого-то повреждения во имя Иисуса Христа, мы останавливаем и провозглашаем, Иисус есть Господь, и перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, всякой болезни, оно преклоняется перед именем Иисуса Христа, и мы высвобождаем исцеление, цельность, полностью благословение во все сферы Вашей жизни. Дорогие друзья, мы благословляем Вас. Мы благодарим, что Вы прослушали эти передачи, и сегодня благословение и исцеление, оно стало достоянием Вашей жизни. Спасибо, что Вы были в программе «Твой лучший день». Мы посылаем Вам шалом! Спасибо. 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 Спасибо.